Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И сразу профессионалы к вам приходят? Нет, мы берем сюда маленьких детей с 6 лет. Они не рады 6 лет? Нет, 6 лет. Сейчас они такие активные, наоборот, уже в 12 поздно. Он в 6 лет уже пройдет такую школу, что в 12 тяжело с ним вообще можно будет. Которые ребята в 12 будут лет приходить, они ему тяжело. Но если он в 6 лет пришел и тренируется, и есть специальная методика, по которой он идет у нас в Академии, то пошагово, 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 пошагово он становится чемпионом мира. Все у нас продумано, наша методика ведет парня, который хочет заниматься, который хочет достичь каких-то результатов в спорте. Его задача только сюда прийти. Родителям главное привезти ребенка. Только попасть сюда. Да, попасть сюда. Мы дальше его проведем. Мы ему и мотивацию дадим, мы его привьем к культуру спорта. Мы дадим ему такую мотивацию, что он будет чемпионом мира. Вот какой-то возрастной порог есть от перехода от любителей к профессионалам? Да, это вот с 17 до 18 лет, это вот самый переход такой, когда парня начинают забирать в армию, и мы начинаем бороться, отправлять его в спортивный клуб армии, в ЦСКА, так называемый, чтобы он дальше продолжил двухразовые тренировки, как правило, после двухразовых тренировок, где там армия режим, в ЦСКА, они вырастают 20 лет уже настоящими мужчинами. И с 20 до 30 лет это самый костяк для профессионалов. До 30, значит, получается, да? Ну, тяжелый вес можно и в 35, и в 40 лет тяжелые веса. А такие вот средние веса 70-80 кг, это вот с 20 до 30 лет. А бывали случаи, когда неудачный переход такой был у спортсмена? Это очень часто. Обязательно вот после 18-20 лет это ломается. То есть юноша становится мужчиной, и очень много там такой переход тяжелый для бойцов. И вот как вот сделать так, чтобы у него переход показался для него психологический, не сломать его? Вот. Это прийти к нам в академию, у нас лучшие тренера, и мы это все прорабатывали, это сами на себе проходили все. И у нас специальная методика, по которой мы вот этот вот переходный период сглаживаем. Есть специальная подготовка, подбираются специальные бойцы, чтобы они намного не на голову сильнее были, чтобы потихоньку его вели. Ну, а были такие случаи, когда, например, спортсмен приходил, а потом понимал, сложно, и назад к любителю лучше пойду, профессионалов сложнее ведь? Ну, если в профессионал зашел, уже тяжело. Сейчас, тем более, если ты в профессионал зашел, уже в ММА ты не имеешь права выступать по любителям. Все, уже там все сложно. Ну, Руслан, ну вот давайте поговорим сейчас о чемпионате России, который совсем недавно был. Чемпионат ЮФО. ЮФО, да, чемпионат ЮФО. Есть чем похвастаться? Расскажите, как выступили? Да, очень вообще грамотно ребята и успешно выступили. У нас три золотых медали с чемпионата ЮФО. То есть ребята поехали, по три боя провели и завоевали три золотых медали. Ну, это К1, да? Это К1, да. Один из самых жестких разделов кикбоксинга. Это К1, когда можно коленами бить, бэтфисты можно бить. И все удары бокса, лоу-кик, это самый жесткий раздел. И в этом разделе завоевала девочка у нас, Ангелина Челобаева, первое место. И два бойца. Так, ну все-таки это у вас, получается, после таких коронавирусных условий первый турнир был серьезный? Или проводили уже в этом году что-то? Нет, вот после коронавируса, конечно, была подготовка очень тяжелая в экстремальных условиях. Больше на персональных тренировках ребята готовились, потому что запрещены были групповые тренировки. И мы так четко все спланировали. Видимо, что грамотно, что мы в ЮФО заняли три золотых медали. Три золотых медали это много или мало? Или все-таки на больше рассчитывали? Это очень много. Это очень много, поскольку у нас команда поехала большая от федерации кейсбоксинга Ростовской области. Завоевали еще золотые медали, но вот наш клуб завоевал больше всех три золотых медали. Ваше отношение, когда девушки идут заниматься такими кровавыми мужскими видами спорта, ну кровавыми, может, я громко слишком сказал, как вы считаете, профессионально? Я профессионально поддерживаю, потому что это очень красиво. Когда выходят красивые девушки и красиво технично боксируют, это очень красиво. Девчонки могут красиво преподать единоборство. И мне нравится смотреть, когда девочки боксируют в ММА, в К1, они очень украшают вид спорта. И вот все-таки вопрос, как к тренеру тогда уже. С кем сложнее работать? С мальчишками или с девчонками? Ну это уже зависит от характера. Есть девчонки, которые их мотивируют очень легко. Они быстро мотивируются. С ребятами надо побольше их замотивировать, чтобы они начали больше добиваться. Вот на ваш взгляд? Мне с девушками легче работать почему-то. Почему? У меня около девяти чемпионов мира, которых я воспитал некоторых. Некоторых просто как промоутер привел. Но в последнее время девочки больше слушаются. Дорогие друзья, программа «Спорт на Дону» продолжается. Очередной наш гость, вернее очаровательный гость Ангелина Челбаева. Кандидат, ой, перворазрядник по кикбоксингу. Ангелина, первый вопрос сразу. Ты очаровательная, хрупкая и стройная девушка. Зачем ты пришла сюда? Зачем тебе эти боевые виды спорта нужны? Ну, потому что пять лет назад я смотрела сначала по телевизору этот спорт. И меня как бы очень понравилось. Это удивило. Я решилась попробовать. Меня в этом поддержали мои родители. Конечно, каждый меня отговаривал от этого. Говорили, зачем. Это не для девочки, это мужской спорт. Но я не слушала их. И мне это понравилось. И я пошла добиваться своей цели. Потому что у меня цель была стать чемпионом. Сейчас я стала чемпионкой ИФО. А дальше хочу стать чемпионкой мира. Так, давай постепенно. Девят, всегда папа против. А у тебя папа за оказался, да? Да. А мама? Мама тоже за. Но были, конечно, против бабушки и с дедушкой. Вот, я все-таки думал, где противники? Они хотели, конечно, чтобы я танцевала, танцами занималась, пела, там, рисовала. Ну, мне, конечно, это не устраивает. Мне вообще это не нравится. И все-таки последнее слово в семье. За кем осталось? Кто больше всех убедил бабушек? Папа? Папа. У тебя какая-то база уже была спортивная до этого? Да, я занималась художественной гимнастикой 3 года. Год спортивной гимнастикой. Три года гонболом. Вот теперь я вообще уже запомнился, как можно в спортивной гимнастике прийти в кикбоксинг. Давай-ка, Сесерёна, нагрузки такие же или все-таки здесь сложнее? Здесь сложнее, тут нагрузки намного больше и тяжелее. Конечно, тут закаляешь свой характер, свою силу воли. Когда ты занимаешься этим видом спорта, ты намного быстрее решаешь разные проблемы. Вот так вот. В школе как отнеслись одноклассники, одноклассницы? Отлично, относятся тоже так же, как и относились. Теперь мальчишки уже не подкалывают. Вообще не подкалывают, не подходят, за косички не дергают. Вот я тоже это хотел спросить. Ангелина, ну давай, о чемпионате UFO, крайние соревнования были, расскажи о них подробнее. Сколько соперников, сколько боев? Был один бой, одна соперница. Как бы он пошел очень быстро, за 20 секунд я справилась. Хотя давалось 3 раунда по 3 минуты. Фу, по 2 минуты. Получается, я бью правой ногой, лоу-кик, и на отскоке через руку бью правой рукой. И получается, я чувствую, как мой кулак входит ей в нос, и прям чувствую этот хруст. Бам! Она сразу поднимает руку, у нее кровь вот так вот все обливается, кровь течет. Конечно, это была жесть, но мне понравилось, честно вам скажу. И получается, сразу мне подходят, мне судья поднимает руку, и как бы я так выиграла чемпионат UFO. Так, до этого, какие у тебя еще были победы, где, каких турниров, каких чемпионатов? Ну, по смешке интересно. Какие результаты? Два первых места есть у меня по смешке. Когда все успеваешь. Я выступала еще по фулл контакту у меня. Одно первое место, одно третье место. По вольной борьбе выступала. И ушел в стандарт, выступала тоже первое место. Я думаю, ты сейчас скажешь, что еще бокс, еще самбо у меня был и каратэ. Нет. А вольную борьбу как тебя занесло? Вольную, потому что я хочу, чтобы дальше я как бы тренировалась смеш, смешанными единоборствами. Вот так вот. А хочу еще сказать то, что удар мне поставили Русан Романович Суноваров, физику поставил Рустам Суноваров, а технику Мурад Шарифов. И как бы благодаря им специалистов надо мной работали, чтобы я добилась своей цели и выиграла ЮФА. Так, впереди в этом году что? Впереди в этом сейчас, в начале мая будет Россия по фулл контакту с лоу-киком. Потом в марте будет в Крыму по фулл контакту тоже. А в дальнейшем может быть и мир будет. То есть у тебя очень много всего в этом году готовится к пандемию. Как? Тяжело было тренироваться? Как тренировалось вообще? Конечно, тяжело. Выходили с тренером на улицу, там тренировались. Как бы даже и дома тренировалась. Мне тренер прислал на телефон задания. Я их выполняла, уделяла полдня тренировкам. Могла сама выйти там в лес, побегать. Как бы тренировалась. На велосипеде каталась. Как бы время зря не проводила. Ну, на твой взгляд, все-таки физуха упала, да, все равно из-за этого? Или осталась на том же уровне у тебя? Ну, немножко есть, конечно. Были там ухудшения. Но потом мы все это нагоняли. Конечно, было тяжело. Мы справились. Ну что ж, Ангелина, желаем, чтобы тебе все было хорошо и побольше тебе золотых медалей. Дорогие друзья, мы продолжаем. Очередной наш герой Ливан Акубарди. Ливан кандидат мастера спорта по кигугу. Ливан, расскажи нам свой путь, как ты пришел в этот вид спорта. Почему именно его выбрал? Давай вот так вот. Ну, в этот вид спорта я перешел с тайского бокса, потому что он мне ближе по духу. Ну, у меня не получался клинч, какие-то моменты. А здесь мне больше нравится, здесь больше продвижения. Как минимум в Ростовской области. Так мне и тренер понравился по душе. Коллектив. Так, сколько лет тебе было, когда ты перешел? В кикбоксинг? У меня было 18 лет. Не поздно это, да? Ну, база одна. Ну, да, конечно. Ливан, расскажи нам вообще, какие турниры, какие чемпионаты выигрывал? Ну, по кикбоксингу я перешел, и сразу мой первый старт, это была область, я ее выиграл. Дальше я поехал на Южно-Федеральный округ, тоже выиграл его. Ну, и вот в этом году то же самое. Ты за хобби все выигрываешь вообще-то сразу? Давай по этому чемпионату по ЮФО, сколько соперников было, сколько боев? Три боя у меня было, шесть человек в весе. В финале я выиграл мастера спорта, был трудный бой, но мы сделали. Скажи о нем подробнее. Как выиграл? Первый раунд по очкам я выиграл, раздельным решением, конечно. Первый раунд я выиграл, второй чуть отдал, ну и третий на характере мы его забрали. Так, впереди что у тебя? Впереди Россия, в Челябинске будет по лоу-контакту, 2 мая уже старт. Вот, готовимся. Так, подготовка к ЮФО и подготовка к России сильно отличаются? Ну, конечно, но отдельное спасибо хочу сказать Руслану Суновару за то, что он нам предоставил зал, потому что что на ЮФО, что на Россию мы, считай, живем в зале. Мы в 9 утра сюда приезжаем, в 7 часов вечера уходим. У нас две тренировки, мы кушаем здесь, как живем. И мы будем готовиться. Да, а другое вообще есть время? Да нет, полностью спорт. Академия Единоборств, также спасибо нашему тренеру, который все свое время посвящает нам, Дарустам Суноваров. Смотри, все-таки была пандемия, да, тяжело было. Как тренировался? Мы тренировались на улице, когда были закрыты залы. Также мы тренировались здесь, но только своим составом, сборной нам разрешила Академия. За это ей огромное спасибо. Сильно, на твой взгляд, физуха упала? Да нет, мы всегда держали себя в форме на улице, на открытом воздухе. Мы дышали, бегали, занимались. В основном отдавали время на функционалки на улице. Так, цель, задача какая у тебя лично своя стоит? В этом году я хочу выиграть. Вообще, вообще, вообще не выиграть. В общем, ну, дай бог, по спорту я двигаюсь, я отдаю все время в спорте. Ну, я нигде, кроме спорта, себя не вижу. А там, как карда ляжет. Титул какой хочешь завоевать? Основной титул я хочу сейчас завоевать мастер спорта и уйти с любителей. Дальше двигаться по профессионалам. А где, на твой взгляд, сложнее? В любителях или в профессионалах? То, что у профессионалов может быть один бой, да? Да, многие профессионалы приезжают также на ВИФО и на Россию, потому что там труднее. Во-первых, там перед каждым боем взвешивание. Во-вторых, там нужно его держать. И все равно там идет обкатка. Они все обкатываются. Четыре боя, разные соперники. Ты не готовишься ни к кому, потому что ты не знаешь, кто там. Поэтому, думаю, в любителях тоже трудно. Там нет подарков. Ну что, спасибо тебе огромной удачи. Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас очередной чемпион Южного федерального округа Артак Айвазян. Артак, ну расскажи о своем пути на чемпионате. Сколько боев было, сколько побед. Получается, на чемпионате ВИФО у меня было три боя. Все три я выиграл. Два боя были единогласным решением. Финальный бой был сложный, но решением судя выиграл. Ну давай про финальный бой. В чем сложность заключалась и за счет чего выиграл? Парнишка был хороший, призер Европы. Получается, он был очень техничный. И в третьем раунде мне удалось переломить ход боя и забрать этот бой. Ну вот сложность была то, что парень был призер Европы, да? Да, хороший очень. Ну вообще, как оцениваешь чемпионат Южного федерального округа? Это я к чему спрашиваю? Потому что пандемия была, да? Многие спортсмены потеряли в форме, да? Ты как оцениваешь, давай сначала свою форму после пандемии и вообще соперников? Ну, благодаря залу Р1 и Рустаму Санаварову получилось хорошо набрать форму физическую. И к Южному федеральному округу я очень хорошо подготовился, так как у нас были ежедневные тренировки два раза в день. Проходили в этом зале, еще в одном зале. Мы каждый день готовились, грубо говоря, к этому соревнованиям. Так что мы хорошо подготовились. Давай тогда углубимся немного, чуть назад. Да, как пришел в кикбоксинг и почему выбрал именно этот вид спорта? Ну, получается, в кикбоксинге я перешел еще раньше. Я в детстве занимался совсем другими единоборцами. Какими? Кудо. Кудо, там, рукопашный бой. Но оно мне не так сильно нравилось, как в кикбоксинге. Вот я решил сменить вид спорта. У нас тренер, мой первый тренер, сказал, может, попробую себя в кикбоксинге. Но я решил, хорошо, попробую. И вот оно уже до суда дошло. Ни разу не пожалел об этом? Вообще ни разу, наоборот. А чем, например, на твой взгляд, отличается кудо от кикбоксинга? Ну, тут больше динамичность. Допустим, тут очень большая динамичность. И руками, и ногами очень можно прям разбивать. А в кудо то же самое, грубо говоря, но там нужно совсем другое. Какая цель у тебя вообще в этом году? К чему готовишь сейчас? Сейчас готовимся на первенство России по кикбоксингу в разделе лоу-пик. Где она пройдет, когда? В Челябинске в мае, в марте, в мае. Вообще в спорте какую цель перед собой ставишь? Ну вот, я на этих соревнованиях выполнил норматив кандидата мастера спорта. Дай бог, получится выполнить дальше мастер спорта. А международника заслуженного? Ну как, по воле всего, что... Ну что, спасибо тебе огромное. Отпускаем тренироваться. Дорогие друзья, мы продолжаем. Очередной чемпион Кира Магомед Алиев. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно этот вид спорта? Мне всегда интересно. Меня всегда привлекали бои. Всегда хотелось чего-то большего, чем просто какая-то борьба. Вязаться. Не любил этого, не хотел этого. Ну и решил для себя выбрать кикбоксинг. Пришел в... Сколько лет тебе было, когда первый раз пришел в зал кикбоксинг? Первый раз, 13 лет мне было. Ну это уже довольно-таки зрелый возраст. С 13 лет я начал заниматься кикбоксингом. А база какая-то была до этого тебя? База нет у меня, вот кикбоксинг. Только кикбоксинг. То есть до этого ты 13 лет ничем? Нет, ничем не занимался. И ощущения какие были? После первой тренировки как себя чувствовал? Прекрасно, чувствовал. Желание просто бешеное было дальше идти тренироваться, заниматься, достигать вершин. То есть ни капли нет не сожалел, да, то что... Вообще, даже сейчас, вот шестой год уже идет, вообще не жалею. Ну давай расскажи, первые соревнования помнишь свои? Первые соревнования, да, помню. О, давай что-нибудь веселое. Это были мои первые соревнования по кикбоксингу, по фулконтакту. Это была область у нас. Здесь в рахоле просто? Да. Это была область. Первый свой бой, ну у меня единственный бой тогда был, ну что, маленький вес, возраст. И самый первый свой бой я выиграл просто 4 секунды, потому что... Когда ты все воспринял? У тебя соперник кто там был вообще? Не знаю. Так получилось. Так, давай тогда второй, потому что первый, что знаешь. Второй бой это был у нас Кубок Дона, у нас ежегодный турнир. У меня было 3 боя. Все 3 боя я завершил досрочно. 13 лет пришел заниматься. Вообще сносит всех вон. Так получилось, вот. 3 боя выиграл досрочно. А дальше я не помню, что было. Тоже выиграл, да? А в этом году какие были турниры? В этом году был чемпион Движно-Федерального округа. Вот, давай рассказывай. Отбился 2 боя. Тоже по 4 секунды? Нет. У меня в весе было 2 кандидата мастера спорта. Первый бой отбился, выиграл единогласным. И также второй бой тоже выиграл единогласным я сегодня в суде. Столп победителем? Столп победителем, да. На твой взгляд, вот тебе послушать так легко дается. Вот сейчас нас зрители посмотрят, скажут, Боксинг, просто парень пришел в 13 лет и всех выигрывает. Это на самом деле легко дается или все-таки должен быть талант у человека? Это, так, как скажем, никому это не дается легко. В жизни, если чего-то нужно достичь, нужно всегда работать над этим. И без работы просто не будет результатов. Так что зрителям могу сказать, что без работы, без труда, не высыпаюсь в труда, как говорится. Пандемия, да, подкосила очень многие виды спорта. Это, кстати, да. Как занимался, где тренировался? Ну, до начала пандемии я уехал вообще в Дагестан, получается. И, получается, закрыли границы. Все, я не мог попасть обратно. Но как только открыли границы, я сразу приехал. Там в Дагестане он тренировался? Да, да, тоже тренировался. Но как уже сам тренировался, как мог, да, бегал, да, все, чтобы форму поддерживать своих. Ну, там физуха чисто была. Да, вот. И приехал сюда, ну, и так же начал продолжать тренироваться. Тренировался, тренировался, ну, ждал. Но ты взгляд, смотри, тогда сильно физическая форма у тебя упала? Или все-таки на том же уровне осталось из-за пандемии? Физическая форма, да, она падает. Не сильно, но падает. Потому что, ну, восстанавливаться, потому что после двух месяцев практически я как-то не занимался, восстанавливаться мне очень сложно приходилось. Ну, это всегда так. Если ты на чем-то не работаешь, то возобновлять это будет сложнее намного. Дорогие друзья, мы продолжаем. Рустам Суноваров, тренер чемпиона. Рустам, тяжело ли воспитывать чемпионов, вот честно, в наше время? Ну, поначалу тяжело. Когда им уже ставим технику, уже все более-менее становится как по ступенькам. Ну, с какого возраста вот вы берете себе в группу ребят? Вообще с 8-9 лет я беру и воспитаю там из них уже чемпиона. Это вот прямо весь путь проделывается? Ну, да, многие остаются. А многие уходят, да? Многие. У кого не получается, да, уже там он пробует и уходит. Рустам, ну и чемпионат ЮФО можно о нем подробнее рассказать. Ожидали такое количество медалей, либо не ожидали? И вообще о самом чемпионате? Чемпионат ЮФО проходил у нас в Астрахани в этом году. В основном в Волгограде всегда проходил. А тут в Астрахани в разделе К1. Это самый жесткий раздел в кикбоксинге. Я повез туда 4 спортсмена у меня с Росовской области. Из них 3 чемпиона и один призер, вторым стал. И получается, это самый хороший результат. У меня Акубарди Ливани занял первое место в разделе К1 по мужикам единственное с Ростовской области. Это как бы хороший результат для Ростовской области. И 2 спортсмена моих выполнили кандидаты мастера спорта. И девушка у вас, да, Ангелина, которая... Тогда вопрос, к чему я сразу подвожу. Как вы относитесь к тому, что девушки занимаются таким грубым видом спорта? Я скажу так, что девушки никак не уступают мужчинам. У них характер очень жесткий. Они до последнего бьются. Так что за Ангелину я очень переживал. Но она вышла в первом раунде. Все завершило. И все, у меня сразу улыбка на лице. И все хорошо было. Ростов, да, какие соревнования в этом году? Да, где от вас еще сдать медалей? Мы сейчас упорно готовиться начали к чемпионату России. К чемпионату и первенства России. Будем себя там пробовать. Надеюсь, мы покажем хорошие результаты. Потому что чемпионат мира по кикбоксингу проходит в Москве в этом году. Во времена пандемии тяжело было тренироваться? И как тренировались вообще? Все спортклубы закрыты были. Мы собирались на улице, занимались. Хотя нас там полиция прогоняла. А, даже так было? Да, мы занимались, потому что мы знали, что ЮФО у нас скоро. Потому что надо готовиться, не отступать. Чтобы все были в форме. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я, Роман Саганов, с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова